Платно очень рада тебя видеть. Сегодня ты выступаешь в роли общественника, то есть можешь не только высказывать свое мнение, но и задавать интересующие вопросы гостю. Тема у нас мусорная реформа. Насколько я понимаю, у тебя свое мнение есть по этому поводу? Мнение такое, что пока реформы нет. То есть есть только разговоры о мусорной реформе, но в Кировской области реформы нет. Есть просто вывоз твердых коммунальных отходов за большее деньги. И понятно настроение людей сейчас за то, что ничего у нас не изменилось по факту, и почему мы должны платить за это такие большие деньги. Причем более того, что даже в ближайшей перспективе мы не можем понять, когда изменится, когда появится завод мусороперерабатывающий, когда сортировка мусора начнется, а не такое же захоронение, какое было раньше. То есть ничего не поменялось. В эфире «Журсовет». Здесь мы обсуждаем актуальные темы. С Нового года в стране произошла очередная реформа, на этот раз мусорная. Всю прелесть события кировчане и другие жители страны оценят лишь в феврале, когда им придут платежки за январь. Пока же россияне спорят о том, можно ли не платить за вывоз и утилизацию мусора, и главное, принесет ли нововведение реальную пользу. У нас сегодня в кресле общественника член общественной палаты Кировской области Влад Крысов, а гость в студии вице-спикер областного ЗАГС Собрания Роман Титов. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Роман Титов, депутат Законодательного собрания Кировской области, заместитель председателя ОЗС, сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта. Вы, как и другие кировчане, наверняка уже оценили старт реформы. Как бы вы оценили по пятибальной шкале? Вопрос и вам, и вам. По пятибальной шкале на троечку. Не на двойку, потому что двойку и даже единицу. Единицу мы видели в 1917 году. В 2017 году, точнее, зимой январь. Коллапс мусорный, когда убрали контейнеры с улиц города. В прошлом году была аналогичная ситуация. В этом году локальные ситуации были. Глобального коллапса, на мой взгляд, не произошло. Хотя, когда 1 января вышел во двор и увидел кучу мусора в баках в своем дворе, я уже взялся за телефон звонить управляющей компании в Куприд. Но буквально в течение 15 минут мусоровоз приехал, все убрал. Влад, я вообще не понимаю, что оценивать. В моем понимании реформы нет. Есть, как и раньше была, ситуация вывоз твердых коммунальных отходов. Просто за большие деньги. Потому что реформа, когда подразумевалось вот это вот понятие, и вся вот эта вот реформа, подразумевалось, что это будет и мусоропереработка, и там вообще другая планета должна была быть. Сейчас не происходит ничего другого. Реформы нет. Есть все тот же вывоз твердых коммунальных отходов, еще раз говорю, в кратно большие деньги. Но все-таки реформа есть реформа. Она стартовала. Прежде чем продолжить обсуждение, давайте посмотрим небольшой сюжет о том, в чем вообще состоит реформа и с чего она начиналась. Чистые дворы, тщательная сортировка мусора, строительство мусороперерабатывающих заводов по всей стране и, как следствие, улучшение экологической обстановки. Такие цели преследует мусорная реформа, которая стартовала в стране с 1 января. Правда, по факту, жители многих российских регионов, выйдя в двогодние каникулы на улицу, увидели совсем другую картину. Жалобы на мусорные завалы и шутки про наступивший год свиньи в соцсетях публиковали не только кировчане, но и жители Самары, Волгограда, Ростова, Красноярска и других городов. Что и в какой момент пошло не так, сейчас разбираются на местах. А ведь время на подготовку было. Мусорная реформа была задумана еще несколько лет назад. В 2018-м каждый регион должен был выбрать оператора, который займется вывозом, переработкой и утилизацией твердых бытовых отходов и определиться с тарифом на данную услугу. При этом расценки региона устанавливали самостоятельно. Большинство областей выбрали подушевой вариант расчета, то есть плата за мусор теперь зависит от количества прописанных в квартире людей. 6% регионов решили рассчитывать тариф, исходя из площади жилья. 7%, в том числе и Кировская область, выбрали дифференцированный подход. К примеру, в нашем регионе два города Киров и Кирово-Чепецк будут платить за квадратный метр площади. В Кирове 4 рубля 91 копейку, в Кирово-Чепецке 4 рубля 73 копейки. Остальные населенные пункты почти 115 рублей с человека. Наконец, 14% регионов оказались не готовы к реформе и пока не до конца определились с деталями. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя старт программы отложен до 2022 года. 14% не готовы оказались к проведению мусорной реформы, но вообще по ощущениям кажется, что вся страна не готова. Нет, не вся страна, мне кажется, кое-кто готов. Вот здесь, даже в вашей сейчас сводке, здесь сразу же начиналось с того, что это сортировка и переработка. У нас сейчас мифическая сортировка и вообще никаких планов по переработке. Я знаю, допустим, Нижний Новгород, у них стоит завод. То есть люди, по крайней мере, могут воочию увидеть, за что сейчас они будут платить больше денег, там будут что-то перерабатывать. Мы сейчас, кроме полигона в Осенцах, который весьма спорный, весьма шумный, мы не видим ничего. В редких случаях чистые контейнеры, которые блестят. Ситуация, да, действительно, у нас на сегодняшний момент ни одной сортировки в регионе нет. Хотя, в принципе, это требование федерального законодательства, постепенный переход на отказ от захоронения полезных фракций отходов. В свое время, еще в 2017 году, когда только-только говорили об этой реформе, мы с коллегами, в том числе коллегами по НЭФ, общались с федеральными структурами и инвесторами федеральными, которым предлагали рассмотреть возможность зайти в Кировскую область. Поанализировав регион, большая площадь и малая плотность населения, инвесторы, когда, в частности, в Казани построили объект, от Кировской области отказались. То есть, реально получилось так, что у нас на конкурс регионального оператора заявилась только одна структура, никакого там, ну, понимаем, конкурсности, процедуры там не было. Выбирали из одного. Это не потому, что никого больше нет. Есть. Просто Кировская область как субъект экономически неинтересна. Сортировка в Осенцах действительно появится. Это не только требования законодательства, но и требования общественности. Мы в свое время с коллегами по рабочей группе, которая следила за строительством полигона в Осенцах, требовали строительство сортировки. Она действительно появится. Это первая сортировка. Она будет построена на деньги частных инвесторов. В ближайшее время появятся проекты еще по ряду объектов, которые будут строиться за счет федерального бюджета в районах области. То есть, на малых полигонах. Это мусоросортировочные станции и мусороперегрузочные станции. Почему мы тогда не просим перенести реформу и платить уже, когда будет все построено? Смотрите, если бы все было так просто. На самом деле, семь регионов реформу перенесли по разным причинам. В том числе, вчера было обращение от заместителя Министра природных ресурсов в Генпрокуратуру России проанализировать отказ регионов от этой мусорной реформы. Потому что где-то победил на конкурсе региональный оператор, который не понравился региональным властям. Где-то региональные власти, опасаясь протестов, снизили тариф своим решением ниже экономической основного уровня. И оператор после этого сказал, подождите, я не собес, я не буду работать за эти деньги. И отказался просто от исполнения. То есть, я бы, наверное, не стал говорить, что опыт регионов, которые перенесли эту реформу, он чем-то хорошим. Есть только одна небольшая поправка. Вы говорили, что никаких бы плюсов мы не поимели от переноса. Как минимум, мы сэкономили деньги людей. Мы получили бы время все-таки поискать инвесторов. Они есть. Я согласен, инвесторы есть. Они есть и есть. Даже в Кировской области люди готовы, которые, и даже сумма есть конкретная, на 10 лет 2 миллиарда. Люди были готовы вложить. Плохо поработали с инвесторами власти, чиновники. Это да. Я по инвесторам вас полностью поддерживаю. Потому что я уже говорил об опыте, который с коллегами был. И действительно, инвесторы сказали, что мы готовы были бы более малые форматы пообсуждать, но нет места. Потому что малые объекты, мы за федеральные деньги строим. По крайней мере, мы бы получили некое время все-таки поработать с инвесторами. С инвесторами не работали. Я бы, знаете что, напомнил, что мы реформу переносили в 2016 году. Уже на 2 года перенесли. И за 2 года уроков-то ведь не было сделано. Я соглашаюсь с тем, что действительно, если было больше времени, то, возможно, что-то бы успели доделать. Но эти 2 года в значительной мере они были потеряны. А потеряны они были почему? Вот тоже большой очень вопрос. Все знали о мусорной реформе, правильно? Да, есть города, которые к ней готовились. Почему-то у нас все это стало делаться в конце месяца. У нас стали истерично принимать тарифы, бороться за осенцы и так далее. Куда было время потрачено? Вообще, президент давным-давно заявил, даже не год назад, а в начале о необходимости мусорной реформы. Давал поручения проработать на местах такие возможности. В том числе и по сортировке, и по переработке. Потому что вообще цель всей реформы была именно переработка. Вообще цель уменьшить количество захоронений. Да, 96% сейчас всех отходов мы захораниваем. И цель-то была сделать вот это. Но у нас не сделалось ничего. Может быть сейчас еще какой-то шанс и остается. Или уже ничего не останется. Если мы еще скажем, ну все, мы же уже отдали. Шанс он остается, потому что, во-первых, у нас есть указание из центра. Территориальная схема. Мы понимаем, что если объекта нет в схеме, то инвестор может построить, но туда мусора не пойдет. То есть схемы должны быть переработаны в соответствии с требованиями федерального закона. Они должны пройти обязательное публичное общественное обсуждение. Правда, порядок, к сожалению, этого обсуждения только осенью появился. И это займет где-то полгода. Вот за эти полгода точно можно потребовать внесения объектов. Есть, кстати, действительно инвесторы. Вот буквально вчера общались с коллегой из Верхнекамского района, которому там все палки в колеса ставят. А он готов за свои средства вложиться в полигон. Ему то площадку выделяют в другом месте, то куда-то передвигают. А там реально современные технологии, в том числе уничтожение, термохимическое уничтожение отходов. То есть я все же считаю, что если эти полгода рационально использовать, до корректировки террасхемы, до принятия новой региональной программы, то можно успеть. А есть какая-то возможность вынести это в более публичное поле? Мы узнаем о том, что инвестору в Верхнекамском отказали по каким-то причинам, мы узнаем сейчас. Про я вот про инвесторов узнаю тоже, которые люди рассказывают. То есть мы можем как-то вот это видеть, чтобы потом предъявить тому же, я не знаю, министру природоохранному или министру, который у нас отвечает за коммунальное хозяйство, а почему у вас был инвестор, а вы ему отказали? Вот мы видели, вот он был в списке, он заявлялся, он просил. – Владислав, я же здесь тоже сторонник публичности. – Я вот про это спрашиваю. – Я вообще не должен заниматься этой темой. В силу того, что мне ряд фактов становятся известными, я выступаю вроде переговорщика между обществом, различными организациями, общественными органами власти. Я согласен с тем, что должно быть публичным. Буквально вчера, кстати, наверное, об этом можно уже сказать, мы окончательно договорились с губернатором области о создании публичного, открытого общественного совета при региональном операторе Куприд. Потому что общественная палата, мы оба были на этом обсуждении, пусть наши позиции там расходились, но там один момент был поддержан всеми, это необходимость контроля общественного за региональным оператором. Есть общественные советы при министерствах, я, к сожалению, никак не могу оценить эффективность их деятельности, потому что, наверное, в первую очередь они должны были бы говорить нам, я же тоже внешне по отношению к министерству, там, субъект, что происходит, как эта реформа идет, какие проблемы есть. А мы узнаем там, ну, вот, грубо говоря, на совещаниях. Согласитесь, было смешно на совещании слушать господина Рейкина, который твердил, как будто он, я не знаю, загипнотизировал 50 метров, 2,5 человека. Ему задают другой вопрос. 50 метров, 2,5 человека. Что это? Он запрограммирован на этот ответ. Скажите, как это, вот, почему вот так вот? То есть у нас, ну, не может, не могут ответить, да? Объясните, почему мы даже с вами там, я не знаю, довольно-таки конструктивно, по крайней мере, там, поспорили метры или метры. А давайте, кстати, да, поговорим о тарифе все-таки. Как на ваш взгляд? Аман, сегодня мы заехали, вот вы и опять на нас люди просто набросились. И я вообще почему-то думаю, что это общественная палата, тут тоже причем. Какие метры? Почему метры? Я потом спрашиваю, говорю, люди за метры и за квадраты. Потому что, ну, тема действительно дискуссионная. Мы даже с коллегами по ОНФ на рабочей группе собирались перед Новым годом, обсуждали тему как раз метры. Люди или какие-то иные механизмы вообще сошлись во мнении, что, ну, наверное, правильно считать по факту. А вот на заседании общественной палаты мы переводили несколько опросов. Вы же там сказали, что, ну, это опрос там по какому-то злому кировчению, это не опрос. Хорошо, общественная палата провела свой опрос. Какие вопросы к его легитимности? Там беспрецедентное количество человек. Я же не ставлю это под сомнение. А почему не взяли ни в какой расчет вот те цифры, которые мнение людей? Это было мнение людей. 8,5 тысяч человек. Не хочу сказать, поскольку этими расчетами я не занимался. Могу сказать только одно. Там, наверное, можно это отрыскать. В утверждении итогового тарифа для населения я не стал принимать участие. Это была моя абсолютно волевая позиция. Димаш в какой-то мере. Я прямо сказал коллеге, поскольку у меня нет конкретной цифровой информации, подтверждающей эффективность той или иной методики, я, извините, на себя это отрицать не буду. Роман, а как тогда быть? Вот общественность не слушает. Законодательное собрание, получается, тоже им не особо интересно. Они взяли и приняли свое решение, да? Во-первых, смотрите, мне кажется, в ближайшее время, уже в феврале, будут корректировки той модели, которая есть. Расширение вариантов начисления этой суммы. Надо установить отдельный норматив накопления для частного жилого сектора. То есть что дает этот норматив? На него тариф умножается и делится на 12 месяцев. То есть, соответственно, люди в частном секторе, в Вересниках, в Костино, в Садаковском, они часть отходов сжигают, часть поросятам, извините, дают. Они меньше образуют отходов, соответственно, они платить должны точно меньше. А сегодня они платят, как жители города Кирова, неважно с квадратов или не с квадратов, они платят столько же, сколько жителям квартирного дома, что абсолютно неправильно. Возможно, надо предусмотреть и иные ситуации. А почему заранее об этом никто не подумал? Разве не было? Непонятно. Потому что у всех складывается такое впечатление, что тянули до последнего, чтобы потом сказать, ребята, у нас времени нет решать, нам нужно. Да, только вот здесь не тянули, потому что решения, вот нынешние нормативы, по которым мы сегодня живем, они были приняты в феврале прошлого года. Да, да, да. Но только, правда, к концу этого года стало понятно, что не покрывает всех разных вариантов. А мне кажется, там надо считать и другие варианты. То есть, смотрите, там звонят жители Подосиновского района и говорят, объясните, почему мы, там, мы не против за мусор платить, там, с человека. Объясните, почему мы платим за мешочный вывоз мусора, то есть мы сносим куда-то вот мешочки топ-топ по деревне, их когда-то забирают. Почему мы за это платим, как те люди, у которых контейнеры каждый день вывозят? Опять же, разговор не о том, что это не реформы, все-таки это обычный вывоз твердых коммунальных отходов. Я бы, наверное, говорил о том, что это начальный пробный пуск реформы, который, конечно, там скрипит. И вот, чтобы закончить тему, те, кто мешочным сбором вынуждены заниматься, потому что у нас, извините, контейнеров в стране оказалось, бизнес не готов, нету контейнеров, просто у поставщиков до лета все очереди расписаны. Так там, где тогда вынуждены собирать мешками, люди должны, на мой взгляд, платить меньше, надо установить отдельный сбор, отдельный инноватив образования для населенных пунктов, где осуществляется, извините, дурацкое слово, мешочный сбор. И вопросы тоже к министерству тогда. Почему вы министерство не проконтролировали? Вот есть рекоператор, который сейчас начинает мусорную реформу. Это же элементарный вопрос. Уважаемый рекоператор, у вас есть достаточное количество контейнеров? Нет? Извините, тогда давайте что-то делать, тогда давайте, вот, предъявите нам. В городе Яранске мусор вывозит некая компания ООО «ВЭК». У нее один человек в компании ООО «ВЭК», у нее, значит, уставной капитал 10 тысяч рублей. Мы связались с Яранском, мы поговорили с людьми, они смеются. Как раньше у нас вывозил какой-то сарай от «Водоканала», который 64-го года выпуска до сих пор этот сарай ездит. А мусоросборочная площадка, когда-то, вы же, Роман, выкладывали фотографию, да, там, я не знаю, какая-то табличка. Типа, все, откуда взялся, откуда вот этот вот «ВЭК», откуда этот «ВЭК», кто его допустил туда? Это не единственный пример. Афанасьева выиграла тендер компании на перевозке, у которой нет техники вообще, то есть они в итоге отказались. Есть ряд районов, где на сегодняшний момент рекоператор был вынужден туда перекинуть кировскую технику, ну, точнее, кировских, там, техник кировских предпринимателей, которые возят. Есть районы, по которым вообще все отказались, вот по Кельмезю все отказались возить, потому что там гигантские расстояния, а у нас по… и населения очень мало. А у нас по Санпинам мусор летом должен возиться каждый день. Вот попробуйте там от Кельмези до Рыбацкой в Атаге там 50 километров проехать, забрать там пол контейнера мусора и уехать обратно. Экономики никакой нет, все разваливается. Надо было распечатать картинку, я видел в интернете картинку, лошадь, значит, везет в телеге, в санях вот эти вот мешки с мусором, да, и надпись там «Мусорная реформа». А ведь реально вот есть много таких деревень, есть много поселков, придет весна, придет распутиться. Что? Кто? Какая машина туда проедет? Лошади будут запрягать? Давайте уж там вспомним немаленькие деревни. У нас самое длинное плечо, согласно территориальной схеме, транспортировки отходов, это Подосиновец, Осинцы и Лусский район, собственно говоря, там это 300 с чем-то километров. Ну, мы понимаем, дорога через Опарина, там после Опарина она отсутствует, там краны тонут, не то что мусоровозы. Сдаем вопрос ответственным людям, не буду фамилию называть, откуда этот маршрут появился. Ну, так москвичи же разрабатывали, а видишь, что дорога есть, как бы. Они там и кинули маршрут туда. Что надо было сделать? Надо было поставить мусор, там найти небольшого инвестора, который вложит 20 миллионов рублей, поставить в этой лузе мусоросжигающую станцию, которую будет львиный объем уничтожать. Там дальше, и есть еще альтернативное предложение, тоже приезжали потенциальные инвесторы, которые больше не приезжали. Они предлагали, у нас все равно будут ставиться такие станции, мусоронакопительные в районах. Они предлагали к этим мусоронакопительным станциям проект есть, все, сделай тут же сортировку. То есть полезную фракцию не возить на полигоны. Хотя бы реформу, понимаете, вот это реформа. Значит, опять же, не буду называть фамилию, им было сказано. А что это вы тут планируете у нас объем захоронения уменьшить? Это вообще делать не надо. Да, именно так и есть. Именно так и есть инвесторам. То есть я больше чем убежден, с инвесторами не то, что не поработали, решили, кто будет инвестор. Все. Все. Кулуарно. Нам сейчас нужно ненадолго прерваться. После небольшой паузы мы продолжим обсуждать с начала мусорной реформы. Не переключайтесь. Сегодня мы обсуждаем мусорную реформу. У нас в гостях член общественной палаты Кировской области Владислав Крысов и депутат Законодательного собрания Роман Титов. Я слышала, что вот ты, Влад, говорил, что это спланированная бизнес-акция. Конечно. Кого ты имел в виду? Вот, пожалуйста, вот вам схема, кто у нас задействован во всей этой мусорной системе. Вот, пожалуйста. Вот давайте посмотрим. Давайте. Купри, вот даже специально там Шихов, КДУ-3, да? Шихов, вязко-экологическая компания Шихов, да? Шихов, вязко-экологическая компания. Более того, ООО ВЭК, про которое мы только что поговорили, как вы думаете, кто там соучредитель? 50%? Шихов, Михаил. Это о чем мы говорим? О чем мы говорим? Поэтому я говорю, что это спланированная бизнес-акция. Если бы это была не спланированная бизнес-акция, то здесь предоставили бы все возможности для конкурентной среды. Хочешь ты в Верхнеканнском районе перерабатывать, сжигать или что-то там делать? Пожалуйста, предоставляй свой проект, давай мы с тобой будем работать. Хочешь ты построить мусороперерабатывающий завод? Товарищ, не буду говорить фамилию, он предлагал на 10 лет. За 10 лет он хотел окупить его. Пожалуйста, предлагай свои варианты. Нет. Людям просто говорилось, уже все решено. Уже все ясно. Кто будет? Все. Поэтому я считаю и до сих пор считаю, что это спланированная бизнес-акция. Перед съемкой программы я отправляла запрос в Куприд, спросила их, как они оценивают начало реформы, как все проходит, что сейчас происходит с мусором. Вот что они нам ответили. В первые дни Нового года ситуация была традиционная для январских каникул. Отходов в эти дни образуется в разы больше, поэтому 1 января на некоторых контейнерных площадках наблюдалось переполнение. Несмотря на это, они были быстро переведены в надлежащее состояние. Мусор был вывезен. Работа была организована в круглосуточном режиме. Представители регионального оператора и подрядчики лично контролировали процесс, объезжая площадки по городу. Была организована фотофиксация в формате «Было-стало». Информация поступала в единую диспетчерскую службу, а также из популярных городских пабликов и из группы регионального оператора ВКонтакте. В настоящее время утилизация и сортировка отходов не производится. Отходы вывозятся для захоронения на полигоны, включенные в государственный реестр объектов размещения отходов в соответствии с территориальной схемой размещения ТКО в Кировской области. Куда мы вывозили до Нового года? Мы вывозили на свалку, вонючую свалку Костина, на которую жаловались люди, на которых нет ни мембран, никакой защиты, ничего. То есть это просто помойка срок эксплуатации, который был продлен бесконечно. У нас в том числе из-за чего есть, ну скажем так, реальное опасение того, что население в Кирове не поймет там рост тарифа. Потому что, напомню, за эту помойку мы платили всего лишь 16 рублей за кубический метр. Потому что она помойка, там же не надо ни экологических сборов, ни каких-то инвестиций, ничего. Сейчас мы, предполагаю, что возят с восемьцы, там с Нового года начали возить. Там есть две составляющие, которые вложатся в тариф, которые увеличат стоимость захоронения. Но, конечно, в чем я с Владиславом согласен? Если, ну, согласимся с тем, что это начало реформы, но если через короткий промежуток времени у нас не будет двух вещей. Это, а, стопроцентный охват территории Кировской области вывозом мусора. А на сегодня, напомню, 42% населения не охвачены никаким сбором мусора и не были охвачены с Нового года. Б. Если у нас не появится площадей и предприятий по сортировке и переработке... Когда человек не будет видеть, за что я плачу. То есть вот через год уже можно будет четко там говорить, это мы крест поставили там и подменили там, ну, какой-то экономикой реформу. Или мы все же движемся вперед. Другое дело, что меня беспокоит, куда люди пойдут жаловаться на мусор, ну, помимо общественников, помимо палаты общественной. Ну, они сейчас жалуются... Прокуратура сегодня разговаривает. Перед Новым годом люди приходили с вопросами в энергосбыт, выстаивали очередь 4 часа, на выходе им говорили, мы ничего про это не знаем, мы только оператор по выставлению платежек. Идите в Куприт. Давайте прикинем, сколько из Верхнекамского района ехать там до Куприта, где штат 20 человек. А позвонить туда нереально. Сегодня 50 человек мне сказали, что ни один из них не дозвонился. Сейчас появляется массовое сообщение о том, чтобы вообще не платить за мусор, бойкотировать эту реформу. Я спросил людей, что об этом думают, многие и юристы, и люди, которые свернувшие в этом вопросе, они сейчас реально прорабатывают вот эти вопросы, что нужно сделать. Есть такое мнение, что если заплатить только первый раз, значит, автоматически заключаешь договор. Не могу сказать. Там, скорее всего, не так, но какие-то варианты сейчас... Это все прописано в Гражданском кодексе, и авторы этих анонимных сообщений, которые массово по всей стране рассылаются, это не тема Кировской области, это какая-то федеральная там история, они говорят, вы не платите. Первый платеж – это принятие договора, акцепт оферты, там, говоря юническим языком. Неправда. То есть сам факт проживания в жилом помещении, которое попадает под требования законодательства и факт образования отходов – это со стороны гражданина принятие. Со стороны рекоператора размещение контейнера. Поэтому я предполагаю, на что надеются авторы этих сообщений, что люди поверят, что люди не будут платить. Через месяц льготники перестанут получать льготы, потому что у нас льготы предоставляются только тем, у кого нет задолженности коммунальной услуги. И это будет новое нарастание протеста, идет просто разогрев ситуации. Я не могу сказать, кем это. Но это делается, значим, с умыслом. Юридического смысла в том, чтобы не платить, нет. И это показал опыт фонда капитального ремонта. Имею в виду, многие люди не оплачивали первую квитанцию, им пришли потом судебные иски, и они все суды проиграли. Многие эксперты считают, что мусорная реформа усилит протестное настроение в стране. У нас в Кировской области как с этим обстоит дело? Насколько кировчане… Я еще раз говорю, сегодня я был на съемках, меня со всех сторон атаковало множество людей, которые просто кричали. Мы не будем платить, мы повезем эти пакеты к администрации. Это уже протестное, это они еще не получили квитанции. А когда получат квитанции, в том числе вот в этих вот деревнях, в поселках, как, конечно, вообще… И здесь огромный вопрос к информационной работе. Мы уже там констатировали с общественной палатой вместе, что на всех этапах предыдущих она была провалена. Провалена, провалена. Когда, извините, вот если проанализируете, кто больше всего говорил про мусорную реформу, там в интернете, в Яндексе задаете эти вопросы, это я говорил, там, хотя я не чиновник правительства Кировской области, ответственный за мусорную реформу, просто, ну, я неравнодушен к этой теме отношусь. Наверное, сейчас надо пересматривать. Первые шаги Куприд сделал, там у них пресс-секретарь все праздники сидел круглые сутки в ВКонтакте. Вы сегодня начали удалять комментарии оттуда? Зря похвалил. Зря похвалил. Мы даже несколько сканов сделали специально, чтобы проверить. Когда мы приезжаем, вот сегодня, опять же, были там в Порошино, люди говорят, мы не знаем, где у нас здесь контейнерная площадка. Баки не вывозят, а где она, мы не знаем. Если люди не знают, их голову заполняют там фантазии, вымыслы и, в конце концов, просто бытовые обиды. Людям надо разъяснять. Если все пойдет так же, как идет сейчас, будет все очень печально и грустно, в том числе и с протестными настроениями. Меня зовут Надежда Ведерникова, сегодня со мной работала моя коллега Екатерина Зубарева в кресле общественника. У нас был член общественной палаты Кировской области Владислав Крысов. Гость в студии депутат Законодательного собрания Кировской области Роман Ситов. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам. До свидания. Вот как по-вашему, сколько должно пройти времени, чтобы мы реально увидели какие-то изменения качественные? Ну, во-первых, должна начаться работа какая-то, да? То есть я считаю, что мы где-то год примерно отстали, то есть год нам еще нужно все-таки подготовиться к этой реформе. И самое главное, не молчать. Если бы сейчас все сидели и говорили, ах, какой у нас появился блестящий контейнер, ах, его вывезли два раза вместо одного. Это здорово. Вот это реформа. Нет, это не реформа. То есть именно разговаривать, именно давать понять власти, давать понять рекоператору, что нет, нам это не нравится. Дайте нам за наши деньги именно реформу. Я считаю, что платить нужно тогда, когда уже будет все отлажено. Но у нас выбора же нет. Мы можем протестовать. Будем общаться с юристами. Вот сегодня я размещу конкретную жалобу, которую каждый кировчанин может подать в прокуратуру. На что и как она составлена юристом. Это некое колешей. Что даст эту жалобу? Даст понять власти, сколько несогласных и сколько непонимающих вот эту вот всю систему людей. И даст понять властью, что что-то идет не так. Субтитры создавал DimaTorzok